Яркие и красочные картины приморского художника Сергея Чурсина представлены гостям и жителям города Артема в выставочном центре галереи. Сам автор живет в Кавалерово, а его живопись хранится в частных собраниях России, Японии, Кореи, Австралии и США. Стоит подчеркнуть особенность работы художника. Он пишет свои произведения руками, а поправляет их кистью. Для нас, именно работников галереи, было несколько неожиданно, потому что предыдущая его выставка была совершенно другая, в другой манере сделана. Художник не стоит на месте, он ищет что-то новое. За небольшой промежуток у него столько новых картин появилось, у него всегда какая-то есть своя тема. Но это важно, это интересно. Многие спрашивают, ой, зачем ты вот рисуешь, ты нарисуешь этот красивый коттедж, вот этот вот красивый, а какой-то старый дом, то есть мы, по сути, дослепцы, мы не видим той внутренней красоты, допустим, у нас Россия-то, Русь-то откуда, да? Название выставки «Память времени» говорит о том, что вся наша жизнь со временем превращается в воспоминания, а память в виде картин помогает не только сохранить личность на века, но и передать мимолетные эмоции автора. Сергею Чурсину удалось запечатлеть в памяти Приморья сказочную красоту природы в колоритном пейзаже, а личность человека после военного времени в бытовом портрете. Картину «Черный шаман» Сергей Михайлович Чурсин написал путешествие по северным районам Приморского края. Этот водопад один из самых высоких и самых красивейших, он является туристической достопримечательностью. Он так назван, потому что в нем находится черный камень, который испещен морщинами, так же, как лицо старого шамана. На этой картине Сергей Михайлович изобразил своих друзей и еще семейную пару, которая не смогла подобраться к самому водопаду, потому что к нему подход очень сложный. Также Сергей Михайлович изобразил здесь свою жену с ее собакой. Его жена Наталья постоянно его поддерживает в его творческих поездках. Многие его полотна словно светятся изнутри. Техника, в которой они созданы, весьма разнообразна и иногда даже выходит за рамки живописи. К примеру, чтобы передать текстуру камней, в ход Сергей Чурсин применил монтажную пену. Художники вкладывают в свои картины часть собственной души, чтобы зритель почувствовал ауру творческой фантазии и сам вдохновился ею. Поэтому их лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз на электронном носителе. В рамках выставки «Память времени» все любители живописи смогут познакомиться с творчеством Сергея Чурсина до 18 февраля. А с вами были Екатерина Рутинян, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости.